МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В кратере вулкана Кава-Иджин индонезийцы добывают серу. Прилетев на Бали, мы отправились прямо на остров Ява, чтобы своими глазами увидеть, как непросто человеку забирать богатство природы. Мы даже не предполагали, что самый посещаемый вулкан Индонезии окажется настоящей иллюстрацией работы в аду. Да! Да! Нет! Нет! Сегодня мы идем туристической тропой. Да, как все. Как все. Вместе с нами за очередной корзиной серы поднимается один из насильщиков. На его плечах видны уродливые шрамы, которые он с готовностью демонстрирует. Это легкий способ заработать несколько тысяч рупий всего за одно фото. Вон, два, три! Вопрос даже! Ну что, я тебе скажу, надо держать нормально, а так? Немного шрама! Немного шрама! Немного шрама! Немного шрама! Немного шрама! Ну как? Сера, да? Воняет? Очень пахнет! Тяжело идти. И, казалось бы, тропинка нахоженная, а идти от этого не легче. Вот здесь мы и заночуем. От газов уйдем подальше. Ну вот мы находимся почти на берегу самого большого серного озера в мире. Глубина его метров 200, по данным японцев. Температура примерно 50 градусов. Возле озера бьют очень мощные фомаролы. Наверное, одни из самых мощных в мире. Здесь местные добывают серу и тащат ее на стенки кратера. Ну, мы надеемся сейчас подойти к этому месту тоже. Как они проходят с 170-килограммовыми корзинами, непонятно. Проходим самое опасное место с газовым на спуске. Ветер в нашу сторону задул. Вот здесь уже получше. Ну вот мы видим, как местные добывают серу из фомарол Кавейджина. Здесь приделаны специальные бочки. И сера остывает немножко. Истекает просто вниз. Температура ее падает. И потом ее откалывают. Вот такой способ. Вон там справа валяются уже разъеденные бочки полностью. И куда ее несут? Такое современное производство. Место несут серу. Для начала разговора на вершину кратера. Переваливают через кромку кратера. И несут в поселок, где им дают деньги по весу. По-моему, 4 километра, да? Тут больше. Тут примерно километров 6, наверное, в итоге. В общем, три часа они тратят на дорогу, сказали. Две ходки в день. 70-80 килограмм на ходку. Это их обычная норма. Цена 1 килограмма 1000 рупий. Значит, можно посчитать, что местные зарабатывают в две ходки примерно 140-160 тысяч рупий в день. Это 10 евро. Кто из вас, товарищи, пойдет сюда работать за 10 евро? Давайте. Я думаю, из вас выстроится очередь. Вот мы с вами находимся прямо в мастерской. Прямо рядом с соединенной кислоты, с фумарулами. Местные изготавливают фигурки, заливая формочки, заливая горячую серу. Она сразу же остывает. Вот такие вот разные изделия. Они потом несут наверх и продают там. Так что это такая вот примитивная мастерская. Прямо в кратере вулкана. Может, единственная в мире мастерская в кратере вулкана. Других я не помню. Как они здесь работают, непонятно вообще. Так, мы вообще не понимаем, что они сейчас собираются делать. Нам обещали blue fire, голубой огонь. Зачем-то они на реку серы льют воду из шлангов. Мы пока не понимаем, что происходит. Круто, ребятки. Вот так черти работают в аду. Ну вот теперь мы поняли, зачем они поливали трубы водой холодной. Для того, чтобы утром тем, кто прибудет сюда за серой, было что класть свои корзины. Потому что серая стала быстро конденсироваться. А сейчас мы являемся свидетелем горения серы. Видно хорошо ночью. Голубой огонь. То, что мы хотели увидеть, оно действительно существует в природе. То, что мы хотели, то мы и получили. Ура! Горение серы происходит при температуре всего около 300 градусов. В 90-х годах National Geographic впервые рассказали миру о том, как это выглядит в кратере вулкана Кавыиджи. Ну вот мы находимся на крайней точке. Ради чего все это делается? Сюда серу приносят, здесь ее взвешивают. И, как мы помним, получают по 1000 рупий за килограмм. Несут они примерно 70-80 килограмм. Это длинная дорога вниз в кратер, вверх из кратера. В итоге мы зарабатываем за день 140-160 тысяч рупий. Примерно 10 евро. Вот такие ребята тут ходят и размахивают руками от радости. Большие заработки, большой доход! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова